Впервые в Дагестане уникальное геополитическое положение республики стало основанием для проведения межрегиональной выставки «Транспорт. Логистика. Связь-2019». На ее площадке российские и дагестанские эксперты обсудили современные решения проблем в этой области и представили достижения своих компаний. Об организаторах и участниках Патимат Ханапова. Все инновации и передовые технологии в области логистики и связи сегодня были представлены в здании Национальной библиотеки. В Махачкале открылась специализированная выставка. Это мероприятие можно назвать главным событием региона в транспортной сфере. Необычна она тем, что в программу включены и деловые семинары. Будут такие актуальные вопросы освещены. Потенциал, недостатки потенциала, что у нас ожидает в ближайшее время. Тем более в рамках транспортного коридора «Север-Юг» мы находимся в этом плане, такое уникальное положение геополитическое, имея такую границу с пяти государствами. Поэтому большое внимание уделяется в этом плане Дагестану. В центре внимания организация пассажирских и грузовых перевозок, авиационный и морской транспорт, IT-услуги и искусственный интеллект. Свои достижения представляют более 15 компаний. Участники выставки и семинаров – ведущие эксперты Дагестана и страны. К сожалению, в существующих государственных программах Республики Дагестан, в отличие от федеральных программ, небюджетные источники и сам механизм государства частного партнерства представлены очень слабо, если не сказать, не представлены вообще. На мой взгляд, это хорошая как раз перспектива для дальнейшего движения, с тем, чтобы отрасль активнее развивалась. Дагестан – хорошее место для того, чтобы инициировать и запускать первые красивые пилотные проекты в сфере транспортной логистики. Ну и как же транспортно-логистическая выставка без одного из передовых предприятий Республики – концерна КЭМС? Здесь на площадке представлены самые последние их изобретения. Это пневмоинструменты, телескопические домкраты, светодиодные платы. Главная гордость завода – четырехместный самолет МАИ-411, на котором, кстати, они не собираются останавливаться. По гражданской линии тоже, по авиационной части у нас идет постепенное расширение. Вот сейчас мы выпустили самолет МАИ-411. Он у нас летает в Кизляре. Вы это тоже видели, его полет. Сейчас дальше у нас идет развитие на 10-местные, на 18-местные самолеты разработки. Сейчас этот серийный выпускать будем, иншаллах. Вот то, что мы не смогли сюда привезти самолет, некуда было его посадить, мы изготовили из чистого дерева макет нашего самолета и представили здесь на этой выставке макет нашего самолета. Впервые в Дагестане на выставке транспортных услуг представлена организация «Автолюкс Кар». Это первый и единственный официальный дилер Hyundai в республике. Начал функционировать совсем недавно, но уже представляет клиентам спектр услуг и акций. Не обязательно выезжать за пределы республики. Все услуги можно получить на территории республики, что немаловажно для клиентов, не нести дополнительные затраты. Люди не знают, едут в соседние регионы, чтобы получить сервисное обслуживание. Мы представляем тестовые автомобили для проведения тестовых поездок совершенно бесплатно. То есть человек перед покупкой может почувствовать автомобиль в динамике. Транспорт и логистику невозможно представить без современных технологий связи и коммуникации. Большое значение здесь имеет и качественное информационное сопровождение подобных мероприятий. В этом плане на выставке представлены республиканские СМИ, в том числе и канал ННТ. Я бы здесь подчеркнула наше взаимное сотрудничество. Транспорт, логистика и связь – связь – это телекоммуникации, это стремительно развивающиеся отрасли в Дагестане. И мы, наше национальное телевидение и радиостанция «Ватан» готовы предоставить свои информационные площадки для обсуждения этих вопросов. Ведь не секрет, и наше национальное телевидение – это стремительно развивающийся канал не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Стоит отметить, всех посетителей ждет традиционный розыгрыш прицов от компании «Анжи Экспо». Чтобы стать участником, достаточно оставить свои контактные номера у организаторов. Продлится выставка три дня, а 30 марта – включительно. Патимот Ханнапова, Нурмагамид Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.